Спасибо. Спасибо. Переход в обычный. Переключение. Он сейчас светлый. Темно. Через 10 минут. Прямо. Хорошо. 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 Правильный. Деньги. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Много интересного события это подведение итогов нашей общей с вами работы и определения наших героев. Мне очень приятно видеть всех вас здесь, видеть ваши рисунки, ваши работы и понимать, что вы неравнодушно относитесь к налогообложению. Хотелось немного рассказать об этом конкурсе. Сам конкурс основан в 2001 году в городе Киеве. В Харьковской области конкурс проводится с 2004 года. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап это отборка лучших работ, рисунков, литературных произведений на районном уровне. После чего они отправляются в областную государственную налоговую инспекцию. Второй этап это отборка лучших работ из региона, которые после прохождения отправляются в город Киев для участия в Украинском конкурсе. И третий этап это авторитетное жюри государственного оборудования службы. Киев определяет победителей, награды которых это отдых в санатории Маяк, город Киеве. В нашем районе, я повторюсь, конкурс налоги глазами детей проводится с 2004 года. В нем принимают участие дети разного возраста, которые с помощью кисточки-карандаша пытаются перенести свое мышление, свое видение налогов в обществе нашей страны. Несмотря на сложность темы, вы очень красочно и ярко передаете свое видение. Вы приятно удивляетесь своим воображением и умением отображать проблемы добровольной оплаты налогов. Тема налогов очень важна, поскольку от того, как и формируется у детей проблема к налогов в обложении, будет зависеть будущее нашей страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что растет новое поколение добросовестных платежников. Ну а теперь, я думаю, мы перейдем к торжественной, самой приятной части, это награждение наших победителей. Продолжение Алексея Володимировича. Хочу еще раз вас привітати. Ви, как вы понимаете, в этом заводе дети, которые визначены нашим журналистом, которые лучшими работами. Я очень хочу привітать тех детей, которые уже принимали участь. Например, Сашу Пащенко, который в том году занял третье место в областном конкурсе. И там ему ценный подарок, помнишь, Саша, как мы с тобой едем. Я хочу привітати сьогодні самых маленьких учасников. У них все еще попереду. Мы подаруем маленьких журналистов, в которых они увидят, как малюют дети всей страны. И вы там научитесь, и будете принимать участь каждый год. Есть стимул для принятия, то есть учасники были в областнике, которые видели, какие подарки дарят. А потом наши учасники поехали работать в Киев, и они в Юпаторию отдыхали. И там свой конкурс, и свои подарки, более высокий уровень. Ну, сегодня мы переходим до такой хвилини, как нагороджение, грамотами, цінными подарками нашей податковой инспекции. Я вас закликаю приймать участь щоречно. Раніше ці конкурсы на районному рівні проводилися, ті, хто приймав участь, пам'ятають. А ні, то це було у квітні-травні. Ну, так склалося, що тепер терміни перенесли. Ми тепер проводимо у вересні. Спочатку йде Київський проводить. Вони собирають з районів в область, а потом на Київ. Там сначала визначають кращих героев, як сказала Олексій Владимирович. Потім на обласному рівні, ну, власне, ще не проходив. Ми вирішили вискочить вперед і провести наш районний конкурс. Тому я хочу зачитати тих діточок, які зайняли перші місця, перші-другі місця на нашому конкурсі. І запрошую приймати участь щорічно. І розпочинати не тоді, коли ми там в Дом творчества подаємо замовлення. А можете починати сьогодні малювати, придумувати, фантазувати. Коли я була маленька, я гадки не мала, що таке податки. І я так думаю, багато хто, вчителів і батьків, даже не розуміли, що таке, і ніхто про них не розмовляв. Приємно бачити ваші малюнки. Я розумію, що це їй допомагали батьки, вчителі, але вже те, що дитина намалювала, дитина розуміє, це багато знає того, що наше майбутнє покоління. І вам розбудовувати далі нашу країну, наш район, регіон. Тому бажаю вам всього самого найкращого. І зараз зачитаю вам, хто нагороджується грамотами. Олексій Володимирович нагородить вас по чесними грамотами. А потім солодкий стіл, як завжди, ми традиційно берете, спушайтеся, що ви хочете, і подавам. Так, в номінації художні твори нагороджується Юрченко Денис. АПЛОДИС. Де йдемо шинько Денис. Ой, умничок. Ребята, коли ви повернитесь немножко ко мне. Хорошо, щоб эта память для вас была. Ми тоді сфотографуємся всі з начальником, з керівництвом. Нагороджується. Горб Софія. АПЛОДИС. Грамотами та подарунками нагороджується. Йелізавета. АПЛОДИС. 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 МОЛЛАДУШИНА АННА. АПЛОДИС. АПЛОДИС. Кастырь Дарына. АПЛОДИС. 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 отправили на область. Жигалова Мария. Валюйте. И принимайте участь каждый день. Булавин перил. Вин отримує грамоту за своего меньшего братика. Вин братик, ему старший, кто помогал, написал «Казка про податки». Мы зобовязываемся ей надрукувати, выставить на сайт на Элитуме, так вот я обязуюсь выставить газету вести диранчики. Очень интересно. И остальные лови на дверь. Давайте сфотографую. Я вас у всех есть. Идите. Рамоты. 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 Прекрасно. Спасибо. Ну, вы меня на... Сейчас сбросим. Или сброс это... О! А что с ума на... Ну ладно. Подходите к столу. Рамоты. Давайте я подержу. Так, ребята, идите сюда около столика, сфотографируйся тоже. И после этого вы разберетесь с ним. Подходите туда. За столик заходите туда. Зайдите туда, пожалуйста. Вот так. Заходите, ребята. Так, ребята, давайте. Вот так. Поменьше кто-то здесь, пусть будет. Или там детвора все вместе. Вот так. Отлично. Нет. Детки, вы знаете, что... Идите сюда. Вот так вот полубоком. Встаньте сюда, а я с той стороны сфотографирую. А ну давай туда поближе. Вон там к мальчику туда. Пойди там, у тебя такая украинская вышиванка. Да. Что-то неможливо. Ну я думала, ты там сегодня. Так, я сейчас еще крупный план вам сделаю, ребята. Потом возьмете на добрых листях себе там все вещи. Вот так. Все, спасибо, прошу я. Мы все нахожем. Молодец. Мы все нахожем. Чего? А компоненты. Знаете, будет проехать. Вначале там инспекции. Или конфеты. Нет.